Привет, это Ирина Хакамада и мой подкаст «Челософия». В очередной раз возвращаюсь к понятию времени. Модная тема нынче. Мне кажется, я её начала, и теперь никто не может остановиться. Это так, к слову. А когда у меня Маша заболела раком, это была драма. И все меня спрашивали, каким образом я смогла взять себя в руки и проводить президентскую кампанию, одновременно заниматься Машей и чувствовать себя энергичной в своём деле. Первое, я ждала ремиссии. И мне сказали, что на это уйдёт полгода. Это был определённый срок. Как только я узнала этот срок, дальше я делала все необходимые шаги вокруг Маши и больше ни о чём не думала. После того, как ремиссия произошла в срок, сказали, мы её выписываем, и теперь два года будет пассивное лечение. Каждую неделю надо сдавать кровь и в соответствии с анализом принимать гормональные таблетки. И я поставила себе срок. Два года. Монотонно, тихо и спокойно. Это всё делаем, не страдаем. А ещё и создаём ей весёлое настроение. И мы её возили в Прибалтику, чтобы не было сильного солнца и так далее. Ей было всего пять лет. И везде сдавали кровь, соединялись с доктором, и она говорила, таблетку принимать или полтаблетки. И так прошло два года. Ну и дальше раз в год нужно сдавать анализы. Только потому, что я знала сроки, только поэтому я смогла сознательно, абсолютно осознанно отключить себя от абстрактных беспокойств, чувства и волнений, а двигаться как по бизнес-плану. Вот тебе нужно прибыль получить в такое-то время, окупиться в ноль в такое-то время, и к такому-то сроку тебе нужно выйти на такой-то уровень. Здесь то же самое. Когда я прихожу к врачу, к тому же стоматологу, и мне говорят, будем делать седацию или не будем делать, я говорю, а сколько будет длиться операция? Ну, например, два с половиной часа. Я говорю, тогда будем. А в другом случае, если что-то лёгкое, сколько будет длиться операция? Ну, говорит, минут 45-час. Я говорю, если делать седацию, будет последствия. Говорят, ну, может быть, больше отёк. И отказываюсь. 45 минут. Я знаю, что это нормально, тем более местная анестезия всё равно будет. Когда я кормила первого сына Данилу грудным молоком, у меня начался мастит. Это был Советский Союз. Никаких вам особых услуг. Бесплатная медицина, тотальная. Я оставила с дедом грудного ребёнка и помчалась в районную клинику. Ворвалась к хирургу, просила пустить меня без очереди, кормящая мать. Хирург сказал, что если под наркозом, тогда нужно ехать в больницу. Я говорю, сколько дней? Ну, говорит, два-три дня. Я говорю, у меня грудной ребёнок. Говорит, ну, тогда тем более наркоз нельзя делать, он действует на молоко. Ну, тогда можно сейчас и будем резать на живую. Я говорю, режьте на живую. Сколько времени, опять спросила я. Мне говорят, ну, максимум три минуты. А так, может быть, если всё будет окей, полторы-две минуты. Я вздохнула, закрыла глаза и начала считать время. За счёт этого я всё выдержала без истерик. И без последствий для нервной системы. Если происходит какое-то событие глобального масштаба, и у него нет никаких сроков окончания, вам никто не скажет. Полгода, год, два, три. Тогда что делать? Вы же не можете использовать время для того, чтобы удержать свою нервную систему в стабильности. Вот тогда вы отключаетесь от времени и живёте в моменте. А когда происходит негативное событие в вашей жизни и у этого события есть сроки окончания, вы обязательно их выясняете, и после этого становится легче, потому что ваша нервная система готова терпеть и убрать психосоматику и беспокойство, потому что вы знаете время, сроки, и почему вы соглашаетесь на эту боль. Любую, психологическую или так далее. Вы её преодолеваете за счёт подсчёта времени. Время, как я уже говорила, придумано людьми. Во Вселенной его нет. Поэтому время нам мешает. Время всё время намекает о том, что мы стареем, о том, что уходит жизнь, о том, что мы что-то не успеваем, о нашем возрасте. Мы смотрим на растущих детей и вспоминаем сразу о своём времени. Но, с другой стороны, время помогает преодолеть текущие проблемы, как и любое явление в жизни, в том числе и такое абстрактное, как четвёртое измерение, придуманное людьми время. Оно, с одной стороны, помогает, а с другой стороны, убивает. Поэтому его надо использовать по назначению. Когда помогает – использовать, а когда убивает – исключать. Продолжение следует...